девочки привет сегодня тоже сделаю для вас экспресс расклад на тему чего от него ожидать в ближайшее время что он хочет сделать этому чтобы пытается сделать может созрел на какие-то действия может еще чуть у нас произойдет да может проявиться наоборот идет в тень сейчас посмотрим ну что три варианта без сигнификации королей первый вариант зеленый второй оранжевый третий полосатый ничего не меняя все по-прежнему если вы подписаны на мой канал все точно как и было в закрепленном комментарии под видео есть тайм-код так что можете там просмотреть варианты еще на всякий случай чтобы свериться да все я начинаю читать карты для первого варианта чуть него ждать до ближайшее время давайте посмотрим от нашего замечательного персонажа представьте его пожалуйста внешность или там я не знаю может у него очень какой-нибудь классный парфюм может быть у вас есть какие-то очень приятные моменты воспоминания с ним связаны давайте какую-то позитивную картинку нарисуйте чтобы он тоже почувствовал паекал да потому что вы не вдумаете что давайте смотреть что от него ждать в ближайшее время знаете вот ощущение что прям высшие силы понимаете вот выталкивают к вам, и он, видимо, созрел, но очень боится сделать его предложение. Хотя, в принципе, вы знаете, что ли не венчаться вам надо, понимаете? А здесь он очень сильно боится. Здесь он очень сильно боится вам делать предложение. Сделает, не сделает, чего от него ждать в ближайшее время? Ну, как мне прям первые карты кольцо, я думаю, сейчас все буду собирать, карты. Я так боялась вытащить вторую карту. Думаю, сейчас чего-нибудь еще, какой-нибудь черная кошка вылезет. Ну, кошка не вылезла, а вылез просто такой, знаете, робкий пингвин, который там в тело свое прячет в утюсах. Помните стихотворение? У Лермонтова, да, по-моему, она была. Про песню Буревестника кто написал? Что-то я все время путаю. Хотя у меня пятерка по литературе была. Так, давайте смотреть, что же он тут, собственно, в ближайшее время продемонстрирует. Ух ты! Да, очень такой, знаете, необычный расклад. С одной стороны, он, конечно, бы сделала вам предложение, если бы не было этим робким пингвином. В принципе, здесь все по высшим силам и дадут вам благополучие. А он же очень сильно боится, понимаете, этого всего. А почему как бы боится? Потому что, скорее всего, может быть, он разведен. Или у вас наблюдается все-таки, знаете, еще какие-то дополнительные третьи лица. Они, конечно, явно не вмешиваются, но меня вот смущает позиция, чей же все-таки ребенок. И вот тут, вероятно, кто-то с этим ребенком, может быть, даже не видится или связи какой-то нет. Вот мне прям показывают. Показывают. А поскольку у нас экспресс-расклад, я сейчас не имею права очень серьезно погружаться в эту ситуацию. Поэтому я вам намекаю, вы сами обрисовывайте, как он у вас тут есть. Но в ваших отношениях, безусловно, какой-то ребенок присутствует. Может быть, желание или нежелание детей. Тут вполне возможно, что мужчина может быть боится или беременности, или быть отцом. Такое тоже может быть. У меня эти аисты переворачиваются, ребенок привернутый. Как таковых каких-то, допустим, страдающих, больных деток я здесь сейчас не вижу на данный момент. Но вот смущает меня все-таки эта позиция, которая находится рядом. То есть, вполне может быть, что с ребенком как-то кто-то не видится. Или ребенок, знаете, как камень преткновения в ваших отношениях. Или что-то вот такое. Такое. И вы же, понимаете, здесь не можете проявляться по вот этой силе, прям в полный рост не можете проявляться. Может быть, вы не можете как-то влиять на эту ситуацию на данный момент. Так. Тут человек хочет серьезных отношений, потому что здесь есть любовь. Такая, знаете, двоякая все-таки ситуация. Потому что не зря нам тут святую воду показывали. Оно может говорить именно об освобождении, о каком-то негативе, что его там чем-то привязывали. Потому что нам, как итог расклада, показывает вот рюмку, вот эту перевернутую. Но рюмка перевернутая, она же не всегда магию означает. Просто меня смущает вот две позиции. Сказать, что там какой-то опой был, а потом была чистка. Поэтому человек захотел как-то сделать вам предложение. Скорее всего, это с вами как-то было связано то ли с чисткой, то ли с очищением. Вот. Тут какой-то такой достаточно благоприятный расклад, потому что про любовь. С другой стороны, оно же не всегда может касаться именно каких-то магических воздействий. Он действительно может касаться того, что человек может чем-то злоупотреблять. То есть либо алкоголем, либо еще чем-либо. Измененное состояние сознания тот вроде как завязывает. Но завязывает именно потому, чтобы доказать свою любовь. Как-то так, знаете, вот этот морок, состояние измененного сознания, оно, вы знаете, заканчивается ради вас. Или вы послужили тому, что вот эта ситуация, как сказать, прекращается. Видимо, как-то она вас влияла на это все, что он не мог понять вообще, что с ним происходит. Вот сейчас есть действительно шанс на серьезные отношения, там на колечко, на пальчик. Но боится, да, здесь этого человека. Он как бы готов это делать. Любовь тут есть. Серьезные отношения, да, он очень хочет как-то остепениться или что-то еще. Может, вас там всегда рядом видеть. Вот, в общем, какая-то... Единственное, чего я не понимаю в этом раскладе, это вот эту позицию. Поэтому расскажите, пожалуйста, в комментариях, как проигрываются. Чего малыша мы увидели? Здесь малыш же не обязательно может быть прям малышом, потому что кто-то мне писал в комментариях, что я говорю малыш, да, а это малыши уже, знаете, такие выросли, у которых свои семьи. Ой, ну для родителей же дети всегда дети, да? Так, единички. Вот такой очень интересный для вас расклад. Так, все. Просмотрели мы 15 карт для вас. Перехожу ко второму варианту, а вы мне дайте знать, что у вас проигрывается. Двоечки, привет! Мне кажется, что я скоро буду ваш камешек мысленно поливать не знаю, чем осенять крестом, поливать святой водой, потому что я уже даже боюсь просматривать второй вариант. Сейчас у меня опять начнется привязка к вашим силам скрытым. Не просто так же второй вариант. Выбирайте. Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада, что он сделает по отношению к вам, да, чего ожидать, по отношению к вам в ближайшее время. В ближайшее время, пожалуйста, загадывайте сами. Я не могу сказать, что это точно, там будет две недели, месяц или полтора месяца. Просто сейчас закройте глаза и представьте себе цифру. Вот это и будет наше с вами ближайшее время. Очень мне нравится, что мы с вами стали играть в такие, знаете, интерактивные расклады стали делать, да, когда я прошу угадать, какая же карта была последней. И очень многие интуитивно чувствуют. Я, конечно, немножко хитрила, там, показала в камеру, вот, вот, а кто-то прям предугадал. Хотя, говоря, что не видели. Так, ну что, начинаем, да, наше расследование. Что хочет по отношению к вам человек в ближайшее время? Какая, знаете, двоякая карта, потому что, с одной стороны, конечно, она может говорить о том, что человек прям не хочет детей, а с другой стороны, она говорит о том, что, видимо, просто какая-то ситуация затягивается, да, и она пока не имеет выхода. А у кого-то прям действительно будет проигрываться, что вы хотите детей или человек хочет от вас детей. Или, например, что вы там не можете забеременеть, к примеру, там, или он не может быть отцом, ну, всякая, знаете, такая ситуация. Смотрите сами, как она у вас резонирует, как проигрывается. Но самое главное, что мне здесь показывает, что это именно ваш мужчина, это ваш мужчина, не знаю, как по статусу или по положению или еще что-то. Хочет, но не может, да? Хотел бы это колечко-то предложить. И будущего совместного то хочет. и по судьбе вы вроде когда показывают нам или венчаться надо. Тут, в принципе, по-разному может быть. Ну, может быть, чиститься надо. Знаете, это вот как бы карта духовности, по сути, духовного очищения, может быть. Ну, вот что-то такое, знаете, и медитации, и молитвы, и все, что угодно. Все, что с духовностью связано, поэтому пусть вас эта позиция сильно не пугает. что по отношению к вам мучается человек, понимаете, мучается, потому что очень бы хотел, чтобы вы были его женой, да, а не может этого вам предложить. Поэтому вполне возможно, что вот эта женщина, да, это вот либо ситуация, вот сейчас она никак не разворачивается, либо действительно есть третий лиц, да, на стороне, по отношению к которым у него обязательства. В каком красивом синхроне, мои дорогие двоечки, сейчас у меня работают карты. Посмотрите, здесь нам показывают замок, здесь показывают ключик. Как открыть, да, как открыть возможность этих отношений. Всех крысок нужно здесь, у нас как-то вычислить, может быть, да. Есть какие-то недоброжелатели, видимо. Ну, какие недоброжелатели, вот кармические, даже вот так вот покажу вам, да, почему сейчас он не делает предложение, ну, какая-то вот кармическая история, все-таки нужно ему что-то отработать, понять, прожить, да, кармический урок сейчас. Чего ждать от него в ближайшее время? Ну, по крайней мере, радует, да, что хочет колечко предложить вам на пальчик. Очень хочет. Прям знаете, в материализацию ее желаний с вами хочет идти. Сейчас я сдвину немножко. В принципе. С 101. Продолжение следует... Ну, чего от него ожидать в ближайшее время? Сказать, что будут какие-то события, которые какие-то судьбоносные для вас? Я не могу сказать, что он прям сделает предложение или ещё что-то, потому что сейчас есть какие-то препятствия, опять же, кармические, которые здесь нужно пройти. Ему, знаете, у него ещё какой кармический урок? Потому что с одной этой стороны я все эти колечки-то вижу, да, и желания эти материальные, но я не вижу здесь чувств, здесь чувства закрыты у человека. А когда чувства закрыты, видите, здесь вот лёд показывает, что он эмоции свои чувства закрывает, да, он не хочет показывать, насколько ценна может быть для него женщина. То есть он уже созрел, сделает это предложение, но вот эти вот все эти кармические проработки всё равно продолжаются, да, и он действительно боится идти в будущее, потому что не верит, что это будущее может быть. Хотя хочет, безусловно хочет. Говорит, как будто сил, говорит, не хватит на будущее с вами сейчас, на данный момент. И вот пока он своё сердце вот это не откроет, его вот это и будет колбасить, понимаете, вот эта карма. Ну вот так, пока вот так. Так, расскажите мне двоечки, как проигрывается у вас экспресс-расклад, что будет делать в ближайшее время. Вот всё, что хотела вам сказать. В троечке привет! Делаю для вас небольшой расклад на тему. Чего от него ожидать в ближайшее время? Подумайте о своём человеке, представьте. Я вытащу вам 15 карт, которые покажут и расскажут возможное будущее с этим человеком, да, чего от него ждать в ближайшее время, какие прогнозы на его действия, есть вообще или нет, что мешает ему совершать действия. Поэтому подумайте про своего человека, установите с ним энергетическую связь, лучше думать в положительном ключе. Вот, а мы начинаем просмотр для вас. Итак, 15 карт, на протяжении которых мы посмотрим, чего же от человека ждать. Ну вот смотрите, вроде как любовь есть, но вот эта любовь, она сейчас обращена какими-то негативными моментами, вот этими тучами, видите, потом переворачивается сама позиция. Получите какое-то известие, оно может быть не очень приятное, понимаете, для вас, да. Но, сейчас скажу. Знаете, вот это известие, оно даже немножко выбьет вас из колеи, вы поймёте, что в этот момент вы просто не можете управлять ситуацией, как-то на неё повлиять. О чём оно будет? На, видите, что вы, может быть, вы как-то поймёте, да, что кто-то либо в отношении вмешивается, потому что почему сейчас у вас препятствия, да, по отношению к вашей любви? Потому что человеком действительно как-то могут управлять, или что-то ему советовать, что-то внушать. Вы об этом узнаете, или поймёте, или получите подтверждение, что по отношению к вам, да, в ближайшее время человек. Вот у вас, знаете, такое чувство, что человек этого у вас как-то забирает или отбирает, да, как-то вмешиваются вообще. Несправедливый абсолютно, да. Как он поступит в ближайшее время по отношению к вам? Ну, мучайтесь, при этом мучитесь оба. Пусть вас это радует, что мучитесь вы оба. Он тоже мучается. Как поступит по отношению к вам? Вполне возможно, что, может быть, даже возьмёт паузу здесь, потому что как будто нет сил, понимаете, бороться там или что-то. Ну, как-то, я не знаю, сражаться там за вашу любовь, всё что-то. Может, возьмёт паузу вполне. Да, знаете, говорит, с одной стороны, ты, конечно, видит вас парой, а с другой стороны, может, взять паузу. Такое, знаете, что ты из серии. Тут вот два варианта. Либо, знаете, что ты из серии, что я тебя люблю, но, да, давай там поставим на паузу, может, он позвонит там, или скажет, или смс-ку напишет. Или он-то как бы проявится, да, и скажет о том, что видит вас всё-таки парой, да, и вы будете просто разговаривать по поводу того, кто и что значит в жизни, да, друг для друга. Здесь просто нужно выяснить отношения. Возможно, он скажет вам, что хочет развестись, или разводится, или ещё что-то, да, что как бы в семье любви нет, там что-то ещё, да. Вот поэтому, видимо, как бы третий лиц вмешивается в отношения. Почему говорят, что вы там не можете быть вместе, да, сейчас, на данный момент, или как-то такое, что... Я говорю, там в семье никого не люблю, или меня не любят. Всё, что-то такое. Как будет действовать по отношению к вам в ближайшее время? А он свалит на вас ответственность. Это 100%. Он свалит на вас ответственность, он бы очень хотел это сделать, чтобы как-то, может, вы проявляли инициативу, или ещё что-то, или там обвинит вас как бы в том, что это из-за вас, у вас не получается отношения, вот что-то такое произойдёт. Ну что, и он предложит разойтись. Вот вероятно, когда вы получите известие, что я тебя люблю, но я чуть не могу, вот вроде семьи нет, а у меня там обстоятельства, обязательства, давай мы с тобой поставим отношения на паузу, да, и может действительно как бы предложить разойтись. По сути, я не должна уже смотреть вам итог, потому что итог сейчас, знаете, вот такая история, которая пока без продолжения, но поскольку у нас уговор на 15 карт, я всё-таки вот как совет от высшей сил вытащу одну, чтобы мы понимали, что же дальше надо. А ничего, тут просто вопрос как раз о том, что у него сомнения расходиться с вами или не расходиться на данный момент. У него он как бы в сомнениях сейчас находится. Вот такой вот у нас получился вариант троечки. Экспресс-расклад на тему, чего от него ждать в ближайшее время. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это у вас резонирует история. Хотели бы вы узнать продолжение, или в принципе понимаете, какое продолжение сейчас может быть, что решили. Да и просто расскажите свою историю. Интересно же, что у вас там происходит.